Наша рубрика «Прокачайся» для всех тех, кто следит за своим здоровьем и начинает каждый день правильно. Мы размялись и готовы делиться с вами последними событиями. Сегодня день. И, к сожалению, иногда детей приходится защищать от других детей. Буллинг знает, что такое буллинг. Это слово означает травлю детей других учеников, причем даже с избиением. И он может быть причиной особо не нужной. Это может быть из-за лишнего веса, просто из-за того, что ребенок чем-то отличается. И о том, как уберечь детей от такого рода издевательств, мы поговорим с уполномоченным по правам ребенка по Челябинской области Евгенией Майоровой. Она с нами на связи. Евгения Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот насколько остро эта тема буллинга стоит у нас? Ну, вы знаете, она, наверное, скорее теми ребятами, в отношении которых такие действия. И дело в том, что, к сожалению, не всегда это бывает именно иногда, такие ситуации возникают между учителями. Поэтому эта проблема есть, и нужно ее решать, и помогать детям составляться. А эти темы вообще поднимаются, или чаще всего подобные вещи замалчиваются? Поднимаются, и, в принципе, проблемам школьных конфликтов уделяется не случайно. В каждой школе есть даже конфликтные комиссии. Но вопрос того проекта катализую, начиная с сегодняшнего дня мы стартуем. Это скорее воспод, который помогает участникам конфликта договорить отношения и административными способами чаще не решить эту проблему. И сложность еще состоит в том, что идентифицировать саму травлю, когда такие смешки, какие-то мелкие, может быть, обиды, но они для детей становятся невыносимы. И они никак не могут избежать. Это зачастую даже работу легче поменять, чем изменить школу. Поэтому один на один в этой ситуации. И, конечно, не особо помогать решать этот вопрос. И планирую этим заниматься. И уже даже есть у меня в работе несколько таких... Евгения Викторовна, вот скажите, вот немного, который вы с сегодняшнего дня уже запускаете. Вот как, как он бы, ну, ребята, да, одноклассники, достигли взаимоуважения, взаимопонимания какого-то? Ну, есть подростковая психология, есть специалисты, которым обучаются этому. Технология предполагает несколько встреч, отдельные встречи, отдельная встреча с жертвой. И есть общая встреча, определенная структура буллинга, да, в которой есть жертвы, поддерживают, есть агрессоры, те, кто их тоже поддерживают. И, конечно, когда ведется работа, если говорим про буллинг-канабица, всем классом. Евгений, вот за пару минут до нашей прямой связи мы говорили о том, что в вашей инициативе предоставят продуктовые наборы семьям, которые воспитывают, пусть уже все-таки детей с тяжелыми заболеваниями. И скажите, откликнулись ли бизнесмены на такое предложение? Да, к счастью, откликнули. Ребята, молодежь, все выходные занимались тем, что формировали наборы, и сладкие наборы, и овощи. И мне кажется, это лучший способ показать, как можно поддерживать ребят, как раз привлекли их непосредственно к таким делам. И мне самой то, что семьи именно с такими детьми, которым, казалось бы, уже 18 исполнилось, но они остаются детьми, они сегодня будут охвачены вниманием. Это важно. Евгения Викторовна, спасибо вам, действительно важно. Мы поздравляем вас с этим замечательным днем. Сегодня первые щиты детей. Спасибо большое, что стоите на страже порядка наших детей. Но я напомню, что Евгения и Майор выполнен обочины по правам ребенка Челябинской области. А сейчас небольшая пауза.